В сказке «Царевная лягушка» Баба Яга добрая. Она помогла Ивану Царевичу разгадать тайну смерти Кощея и спасти Василису. В книге «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» в ней встречаются три Бабы Яги. Все они неплохо отнесли Силану Царевичу. Вот в сказке «Финист ясный стокол» Баба Яга совсем другая. Ее образ снесет в себе зло. Она состоит в родственных отношениях с мачехой, главной героиней и помогает злой мачехе извести пачки. Хорошо, сказки вы знаете. А какие волшебные предметы помогают героям? Какие волшебные предметы помогают героям? Это самолёта. Просто летает бабе помогает. Мы говорили, что она справлена. Мы берем с лугом. С лугом, с лечкой, с лягом. А помните? С лугом. А скатер еще как раз, скатер? Сама права. Сакаёк самолёт, а скатер самобран. Старший сын его видел. Петушок угомонился. А кто петушок? Сказка золотой петушке. Кто подарил царю догону золотого петушка? Сказка царя. Кто подарил звездочёт? Звездочёт. Правильно. Что должен был сделать петушок? Смотреть, что за него войска. Правильно, охранять, да? Охранять царя. Ревна тушит. А бурый волк ей верно усложит. Там ступа с бабой яной. Идёт, придёт сама с собой. Там царь кощей над зла трубчат. Там русский дух. Там грузию пахнет. Мой в лес за цветами. Кто написал? Кто написал? Александр Сергеевич. Лев. Нет, Лев. Варшавке. 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 Правильно. В какой сказке корова умела разговаривать? Сказки, готовить. Воспоминания. Какого ещё? Что в сказке Гасса Христиана Армурсна «Снежная королева попала Каю в глаз»? Ребята, а кто автор сказки «Айболец»? Толстой? Айболец. Айболец. Мы летаем в беспредельные небесные дали, опускаемся в земные и морские недра. И все-таки мы с удовольствием читаем и слушаем сказки. И все-таки мы с удовольствием читаем и слушаем сказки «Айболец» и слушаем сказки «Айболец»? Субтитры создавал DimaTorzok